В Белокаменке, в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений Новотека, началась установка технологических модулей для второй линии завода «Арктик-СПГ-2». С высоты птичьего полета отлично видны этапы большого пути проекта «Арктик-СПГ-2». Если первая технологическая линия уже готова в июле отправиться в дальнее плавание по северному морскому пути на полуостров Гадан, то вторая гигантская платформа гравитационного типа с помощью тяжелой подъемно-скидинговой системы только начинает обрастать модулями. Всего их будет 14, общим весом в 160 тысяч тонн. У нас уникальная, единственная в мире система по подъему и передвижке модулей. Это раз. Второе. Мы здесь передвигаем самые тяжелые на данный момент модули, которые, если по пальцам перебрать все проекты и лыжи, которые были до этого в мире, не могут сравняться с весами наших модулей. Такая подъемно-скидинговая система была спроектирована специально для «Арктик-СПГ-2». Для того, чтобы гигантский модуль занял положенное место, его поднимают на 17 метров на уровень платформы и перемещают по ней 300 метров. Первый уже успешно установлен. Модуль осушки и удаления ртути стал без привлечения первым весомым элементом, установленным на второй технологической линии проекта «Арктик-СПГ-2». Но и не это главное. Он стал первым полностью собранным в России. Вот такое импотозамещение в действии. Этот модуль – важнейшая часть технологического процесса подготовки и сжижения природного газа, поскольку ртуть может вызывать коррозию алюминиевого оборудования и трубопроводов, применяемых на криогенных установках. Собирали российского первенца, которого можно сравнить с 20-этажным небоскребом, тут же в Белоканнике, самом большом в Европе, цехе высотой под 100 метров. Перед установкой платформы его тщательно взвесили. И этот модуль также был установлен на гравитационное основание благодаря тяжелой подъемной скидинговой системе. При этом габариты модуля у нас 57 метров в длину, 44 метра в высоту и 37 метров в ширину. А вес его составляет 7300 тонн. То есть вес немалый, но с этой работой мы справились. Все эти операции у нас заняли в сумме порядка пяти дней. Затем придет очередь следующего модуля. В сухом доке, где установлена вторая гравитационная платформа проекта, все пойдет по накатанной. Установленные модули соединят между собой, проведут пусконаладочные работы. Три подстанции для временного электроснабжения уже подготовлены. Но как будет выглядеть окончательный вариант второй технологической линии, мы можем увидеть уже сегодня в соседнем доке. Из Белокаменьки Елена Белкина, Сергей Корнаков, Вести Мурман.